МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За последний год Афганистан вошел в тройку стран, где больше всего убивали журналистов. В последнее время излюбленной мишенью экстремистов стали женщины-журналисты. Спецрепортаж нашего корреспондента в Кабуле Лиза Кремья. Сейчас самое трудное время для моей семьи. Выходя из дома, я поневоле оглядываюсь по сторонам. В Кыргызстане дорогое оборудование для лучевой терапии уже три месяца стоит без дела. Онкобольные ждали его появления в стране пять лет, но аппараты даже не распаковывают из-за проверки спецслужб. Тысячи пациентов ждут, оборудование не работает, и мы не знаем виновных. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в Бишкекской студии. Я Шавка Тургаев. Здравствуйте. Десятки казахстанских женщин потребовали от чиновников дополнительных пособий и улучшения жилищных условий. Они настаивают на том, что недостаточная государственная поддержка приводит к трагедиям. Последняя из них – смерть в пожаре пятерых детей одной семьи – произошла в городе Женатас три дня назад. Подробности у Даурина Хайргельтина. Женщины пришли сегодня к зданию Министерства труда и социальной защиты. Они потребовали от главы ведомства обеспечить их жильем и назначить пособий для каждого ребенка до 18 лет. Однако, по словам жительниц столицы, чиновники их не слышат. «Вице-министры вообще не идут на связь, выходят с группы, которую мы создали, рабочая группа, решают только точечные вопросы, когда мы их просим решать системно». Женщины считают, что выдвигаемые ими требования обоснованы. Финансовая поддержка многодетных семей, по их мнению, поможет избежать трагедии, подобной той, что произошла в городе Жанатас Жамбулской области 19 февраля. Пятеро малолетних детей погибли в пожаре в квартире жилого дома. Выяснилось, что дети остались без присмотра взрослых. «Многие называют многодетных матерей нахлебницами, дармоедками и халявщицами. Но это не так. Очень много таких матерей днем моют полы, а вечером работают горничными. Кто-то готовит дома выпечку на продажу. Никто без дела не сидит». Не дождавшись встречи с министром, женщины отправились в столичный офис правящей партии. Но к визиту такого числа посетителей работники филиала, судя по всему, не были готовы. О чем партийцы говорили с возмущенными женщинами, узнать не удалось. Нашу съемочную группу в конференц-зал не впустили. «С ним не приглашали, пожалуйста. Вы не аккредитованы. Пожалуйста, можно попросить?» Трагедия в Жанатасе не оставила казахстанцев равнодушными. Отдельные комментарии официальных лиц и вовсе вызвали волну возмущения. На следующий день после событий в Жамбулской области депутат городского представительного органа Ермахан Ибраимов назвал несусветной дикостью поведение родителей погибших детей, которые оставили их дома одних. Больше десяти многодетных матерей пришли к зданию городского маслехата, требуя от народного избранника извинений. «Я в политике человек новый, поэтому прошу отнестись с пониманием к моим высказываниям. Таково мое мнение». Напомним, 4 февраля 2019 года на окраине Нур-Султана произошел пожар, унесший жизни пяти несовершеннолетних дочерей одной семьи. Выяснилось, что родители погибших в это время тоже находились на работе. Та трагедия стала триггером для волны протестов, охвативших несколько регионов страны. Участники протестов требовали от властей Казахстана повысить уровень социальной поддержки многодетных и малоимущих семей. Даурин Хайригельдин, Ернур Дожжанов, Оганизат Успанов. Настоящее время. Азия. Казахстан. Ну а в Нур-Султане малообеспеченные и многодетные семьи замерзают в собственных квартирах. Они жалуются, что льготное жилье, которое чиновники выдали по госпрограмме, непригодно для жизни. Мало того, что холодно в домах, так еще нет питьевой воды и не работают лифты. В ситуации разбирался Ернур Дожжанов. Ветер дует, тут везде лед, очень холодно. Чтобы я не простыла, дочь положила здесь подушки. Больше 14 лет Макиш Нугбанова простояла в очереди на жилье. В январе этого года чиновники наконец-то вручили ей ключи от квартиры. Счастью, признается, пенсионерка не была предела. Правда, продлилось оно недолго. После заселения все в доме вдруг стало выходить из строя, трескаться и ломаться. Мы 14 лет ждали эту квартиру. Мой супруг скончался, так и не дождавшись. Мы очень радовались, когда получили ключи, а в итоге увидели это. Как старики и люди с инвалидностью должны тут жить, делать ремонт? Нет газовой плиты, ни на чем готовить еду. Я очень обижена. Простите меня за слезы. Одни и те же проблемы во всех пяти многоэтажках, говорят новоселы. Везде из-под крана до сих пор течет ржавая вода. Лифты не работают. Исправить все это за свой счет жильцы не могут, да и не хотят. Окна дуют, на балконе вообще невозможно. Двери, знаете, какие, косяк на косяке. Дверями только хлопнешь чуть-чуть, она все сыпется. А знаете, мне обидно. Я столько лет простояла, и вот такую квартиру получат. У меня сейчас такого средства нет, чтобы мне все, вот этот ремонт переделать. Дома эти относятся к долгостроям. После 12 лет ожидания в конце прошлого года столичные чиновники нашли застройщика. Выделили из бюджета почти 3 миллиарда тенге. Многоэтажки отстроили за очень короткое время, 4 месяца. Ключи от новых квартир вручили многодетным, малобеспеченным семьям и людям с инвалидностью. Во-первых, дом это эконом-класс, понимаете, да, на социальное жилье. Качество нормальное. Вода, есть тепло, есть лифты, работают. Лифты отключены сейчас, потому что мы, это повышенный риск, то есть повышенная опасность лифты. Мы не имеем права эксплуатировать лифты. Эксплуатировать должна управляющая компания. Мелкие недочеты в квартирах и подъездах есть. С неохотой признается застройщик и обещает исправить их за свой счет. Помимо этого, ему теперь придется объясняться перед столичным Акиматом. О жалобах жильцов там прознали и обещали во всем разобраться. Юрнур Дошанов, Павел Энгельгард, Тимур Айтмухамбетов. Настоящее время Азия, Казахстан. К другим темам. На юге Кыргызстана, в Баткинской области, сегодня прошел митинг. Несколько десятков человек потребовали освободить пятерых соотечественников, которых на днях задержали в Таджикистане. С участниками акции протеста поговорил глава области Умурбек Суваналиф. Чиновник сообщил, что правоохранительные органы проводят переговоры, чтобы вернуть кыргызстанцев на родину. По версии кыргызстанской стороны, пятеро жителей Баткинского района не смогли найти дорогу домой и потерялись. В итоге они перешли границу вне КПП и их задержали в местности Кистаку, Сокдийской области Таджикистана. Умурбек Суваналиф обещал родственникам задержанных организовать встречу. Как рассказали митингующие, один из задержанных является инвалидом второй группы. «Говорят, они ошиблись и зашли на территорию Таджикистана. Я не верю. У меня там трое родственников, муж и дядя там. Я их троих провожала. Они бизнесом не занимались. Они привозили домой скот и дома держали». «Мы обращаемся от имени всех матерей к президенту Садыру Джапарову, на которого давно возлагаем надежды. Верим Камчебеку Ташиеву. Пусть освободит наших сыновей. В каком состоянии они сейчас? Никто с ними не говорил. С ними никто не может связаться. Никто ничего не знает». Между тем, Госкомитет нацбезопасности Таджикистана пока не комментирует задержание кыргызстанцев. А вот кыргызстанский ГКМБ наоборот опубликовал заявление с деталями этой истории. С 16 февраля пять граждан Кыргызстана были задержаны на территории Республики Таджикистан за нарушение госграницы при попытке нелегального вывоза с территории соседнего государства 900 килограммов металла, двух голов крупного рогатого и трех голов мелкого рогатого скота. В отношении данных граждан таджикская сторона проводит следственные мероприятия. В настоящее время идут переговоры по их возвращению в Кыргызстан. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Ну а на минувшей неделе глава МИД Таджикистана говорил о задержании в Кыргызстане 14 таджикистанцев. Сироджидин Мухридин сообщил, что их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы и в отношении них уже даже вынесены судебные приговоры. Каждого оштрафовали на 3000 долларов. Министр заявил, что вопрос находится под контролем и выразил надежду на положительное решение вопроса. Будут ли теперь две страны обменивать граждан, пока неизвестно. В Афганистане очередные теракты. В результате взрывов придорожных бомб погибли три человека, в том числе и ребенок. Атаки экстремистов на мирное население происходят на фоне приостановки мирных переговоров с Талибаном. В полиции Кабула сообщили, что первая бомба взорвалась, когда мимо проезжал полицейский автомобиль. В этом инциденте погиб водитель и его ребенок. Еще пятеро гражданских лиц, включая детей, получили ранения. Второй взрыв прогремел на переполненном рынке в южной провинции Гельмент. Погиб один человек, еще 15 ранены, в том числе двое полицейских. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за эти теракты. Моя машина сломалась, и я вышел из нее, чтобы пойти в мастерскую и найти механика, который смог бы ее починить. Как только я двинулся к мастерской, на другой стороне улицы произошел взрыв. Я увидел, что пострадала полицейская машина. К счастью, она стояла на боковой улице. Если бы автомобиль находился на главной улице, мы, вероятно, увидели бы множество жертв и повреждений. Ну и в прошлом году Афганистан вошел в тройку стран мира с наибольшим числом убийств журналистов. По данным правозащитной организации «Репортеры без границ», в 2020 году в этой стране были убиты пять журналистов. В организации отмечают в последнее время излюбленную мишенью экстремистов в столе женщины-журналисты. Подробная ситуация расскажет наш корреспондент в Кабуле Лиза Кареми. Со дня убийства Яма Сиаваш прошло почти четыре месяца. Журналист популярного телеканала «Толу Ньюз» стал жертвой покушения. Семья Сиаваша не готовит. Следовательные органы, по их мнению, затягивают с расследованием. Скрывают детали покушения и не говорят, кто стоит за терактом. Они нас обманывают, не дают информацию. Несколько месяцев прошло, и мы получаем разные новости от различных правительственных организаций. Как это возможно? Поэтому мы требуем от международного сообщества помощи в поимке убийц моего сына. Известного тележурналиста убили 7 ноября. Установленная под нишем машины бомба взорвалась, когда Сиаваш отъезжал от дома. Отец журналиста убийства своего сына напрямую связывает с ее профессиональной деятельностью. «У нас нет оружия. Мы не принадлежим никаким политическим партиям. Мы простые люди. У нас есть лишь наш голос. Мы можем голосовать, но противники убивают нас. Хотят забрать и это право». Профессия журналиста в Афганистане становится смертельно опасной. Это подтверждает и в Комитете по защите журналистов. По словам активисток с учащением атак на их коллег, все больше журналистов предпочитает покинуть страну. Ясамин Назари считает, что в безнаказанных убийствах журналистов косвенно виновата и правительство. Власти не могут обеспечить безопасность работников семьи. «В последние месяцы резко усилилась атмосфера страха. Журналисты боятся не только за себя, но и за свои семьи. Угрозы поступают не только им, но и их близким. Люди практически не ощущают поддержку властей. Правительство много обещает, но практических шагов не делает. Люди предоставлены сами себе». Заравшана Слами закончила факультет журналистики и сейчас вынуждена работать тайно. По ее словам, когда она поступила в университет, ситуация была намного безопаснее. И она даже предположить не могла, что все так резко изменится. «Я никогда не думала, что не смогу работать под своим именем, что придется скрываться. Сейчас самое трудное время для моей семьи. Выходя из дома, я поневоле оглядываюсь по сторонам. С каждым днем слышим все более настораживающие новости. Но я не отчаиваюсь. Надо бороться с этим». Семья журналистики, хотя и поддерживает ее, но считает, что ее жизнь важнее профессии. На Заравшан давят даже близкие люди. «Тревога в нашей семье усиливается с каждым новым убийством журналистов. В дни, когда они погибают, стоит невыносимая атмосфера в нашем доме. Ведь не у кого спросить, почему и из-за чего убивают журналистов». Главная причина атак, по мнению главы Комитета по защите журналистов, это правда, которую они доносят до людей. Сложившаяся в последний год ситуация Физула Барыгзай больше всего возмущает оппозиции правительства. Власти не говорят, кто стоит за всеми атаками. Убийство не расследует должным образом. «Для нас, журналистов, настали трудные времена. Правительство обязано делать все для защиты журналистов. Но они, к сожалению, не чувствуют поддержки. Главная причина всех последних убийств – это констатация журналистами истинного положения дел. Те, кто убивает, не хотят, чтобы народу говорили правду». Тем временем участившиеся атаки на представителей семьи резко усилили самосензуру среди коллег, считает журналист Бахида Файзи. По ее словам, это сильнее всего ощущается в региональных изданиях. В провинциях некоторые сотрудники семьи и вовсе ушли на подполную работу. «Страх усиливает самосензуру – это факт. Люди начинают работать тайно, а это ухудшает их доступ к информации. В конце концов, часть журналистов будет вынуждена уйти из профессии». А вот медиаэксперт Муджибулла Хилватгар атаки на журналистов напрямую связывает с началом мирных переговоров с талибами. «Общеизвестно, что талибы, да и часть правительства не хотят прозрачности переговорного процесса в Катаре. Например, талибы несколько раз выступали против освещения хода переговоров в СМИ. Атаки я считаю неким сигналом для журналистов, исходящим именно из переговорного процесса в духе». Глава пресс-службы виспрезидента Афганистана отрицает все упрёки критика власти насчёт равнодушия правительства к атакам на журналистов. Мухаммад Хедаят заявляет, что как раз благодаря государству многие журналисты, которые находились в опасности, смогли покинуть страну. «Усилиями правительства за последние четыре года в 34 провинциях были созданы комитеты по защите журналистов. Эти комитеты ежемесячно проводят исследования для решения проблем журналистов, в частности, проблем, связанных с их безопасностью. Я считаю, что усиление атмосферы страха среди журналистов – дело рук талибов. Они таким образом хотят скомпрометировать правительство». За последние полгода на афганских журналистов обрушился шквал угрозы. Неизвестные грозятся убить репортеров. К сожалению, часть угрозы – не пустые слова. В правительстве Афганистана за убийство журналистов обвиняют группировку талибанам. Но экстремисты наотрез отрицают свою причастность к кровавым расправам. На сегодняшний день десятки журналистов вынуждены скрывать своё местонахождение. Правозащитники заявляют, что 2020 год стал самым худшим периодом для афганских журналистов за последние два десятилетия. И пока никаких признаков улучшения ситуации не наблюдается. В Брюсселе сегодня обсуждают новые европейские санкции против России. Они станут ответом на уголовное преследование и заключение под стражу оппозиционного политика Алексея Навального. Министры иностранных дел сразу нескольких стран ЕС, в частности Германии, Австрии и Люксембурга, заявили, что санкции неизбежны. И вопрос заключается только в их масштабе. Ожидается, что окончательно черный список будет готов к начале марта. И на первом этапе в него попадут чиновники, которых Брюссель обвиняет в политическом преследовании Навального. Им запретят и въезд в ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены. Ранее Совет ЕС, а также Европейский суд по правам человека призвал немедленно освободить оппозиционера. Россия назвала требования заведомо невыполнимыми. Напомню, Навального арестовали в январе, после того, как он вернулся из Германии. Там он проходил лечение после отравления ядом новичок. Навального приговорили к реальному сроку по делу о мошенничестве 2014 года, который ЕСПЧ признал политически мотивированным. Нам понятно, что Россия идет на конфронтацию с Евросоюзом. В случае с Навальным есть прямой отказ соблюдать свои обязательства и выполнять решения Европейского суда по правам человека. Сегодня состоится важная дискуссия министров иностранных дел стран ЕС о том, как на это отреагировать. И я надеюсь, это будет скоординированный и решительный ответ. Смотрите далее в нашей программе. В Кыргызстане дорогое оборудование для лучевой терапии уже три месяца стоит без дела. Онкобольные ждали его появления в стране пять лет, но аппараты даже не распаковывают из-за проверки спецслужб. Тысячи пациентов ждут, оборудование не работает и мы не знаем виновных. Вы смотрите программу «Азия». Мы продолжаем. Казахстанцам старше 65 лет разрешили вакцинироваться от коронавируса. Об этом журналистам рассказал главный санитарный врач страны Ерлан Киясов. Но, по его словам, прежде необходимо тщательно изучать состояние здоровья каждого пожилого пациента. Вакцинация будет отказана, если у человека будет выявлена какая-нибудь болезнь. А тем временем в Казахстане вице-министры здравоохранения получили вторую дозу препарата от COVID-19. По словам чиновников, они чувствуют себя хорошо. Также на сегодняшний день вакцину «Спутник Ви» в Казахстане получили почти 20 тысяч медицинских работников. По планам Минздрава, остальных казахстанцев начнут прививать в мае. Строительство инфекционных больниц в кыргызстанских городах Ош и Нарым приостановлено из-за отсутствия финансирования. Об этом журналистам сообщили в госстрой страны. Ранее сообщалось, что оба объекта готовы на 89%. Напомню, решение построить в регионах Кыргызстана новые экспериментальные инфекционные клиники было решено летом прошлого года. В разгар пандемии коронавируса наблюдалась острая нехватка места в больницах. В закладке капсул участвовал тогдашний премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Буронов. Тогда он отметил, что строительство необходимо закончить в сжатые сроки, чтобы быть готовыми к новой волне коронавируса. Центральная Азия занижает показатели смертности от COVID-19. Об этом сообщает издание Евразия.нет. Специалисты изучили официальные подсчеты смерти от коронавируса. Обнаружилось, что ряд бывших советских республик неохотно ведет точные подсчеты смерти или, цитирую, имеют проблемы с математикой. Исследователи связывают это с ограниченной доступностью тестирования и разнящимися определениями того, что считать смертью от COVID-19. Самые высокие соотношения недоучтенного уровня смертности среди стран Центральной Азии зафиксированы в Узбекистане и Казахстане. В Кыргызстане совершенно новое оборудование для лучевой терапии уже три месяца стоит без дела. У онкобольные ждали появления линейных ускорителей пять лет. Но дорогие аппараты, которые купили на деньги спонсоров, даже не распаковывают из-за проверки спецслужб и ареста щитов. Карина Христова продолжите. Десятилетняя Акылай снимает ролики для ТикТока, обожает рисование и рукоделие. Девочка даже подумывает начать продавать свои браслеты. Правда, пока их слишком мало для полноценного магазина. На хобби остается не так много времени после лучевой терапии. Недавно у нее произошел рецидив рака кожи. И после курса химии назначили облучение. Третий день только получаем пока. Вроде пока хорошо. Нам сказали, где-то около 30 дней будем получать. По маленькой дозе, чтобы ребенок на осложнение не пошло. Потому что они маленькие, у нее вес такой. По словам Джилды, с ее дочери относительно повезло. Если так вообще можно выразиться о раке. Злокачественная опухоль у девочки на коже. Если бы речь шла о внутренних органах на лучевую терапию, нечего было бы и надеяться. Еще полгода назад в стране вышел из строя последний аппарат, на котором проводили лечение сложных онкологических случаев. На замену ему уже купили линейные ускорители. Правда, до их использования еще далеко. Долгожданное оборудование поступило в Кыргызстан еще в прошлом году. Два линейных ускорителя по 8 тонн каждый. Привезли, поставили в упаковках в отведенное для них помещение. И с тех пор так они и стоят. 7 миллионов долларов на аппараты выделила несколько лет назад горнодобывающая компания Кумтор. Купить линейные ускорители удалось только с третьей попытки. После доставки коробки с комплектующими заняли и бункер. И все свободное место в коридорах радиологического корпуса онкоцентра. И уже три месяца сотрудники ходят возле них, боясь повредить упаковку или задеть дорогое оборудование. Глава фонда вместе против рака уверена, задержка с установкой произошла из-за очередной проверки Госкомитета нацбезопасности. Сейчас инсталляция должна была быть. И ребята, которые представляют компанию, они говорят, подождите, вы разберитесь со своими проверками. А потом мы приедем. И они тоже не приезжают. Тысячи пациентов ждут, оборудование не работает и мы не знаем виновных. По словам Гульмира Абдразаковой, одновременно с началом проверки был арестован счет с деньгами, который предстоит заплатить за линейные ускорители. В ГКНБ сам факт расследования подтверждает, но информацию о блокировке средств не комментирует. Руководство онкоцентра о проблемах тоже не говорит. Но у нас сейчас именно задержки из-за того, что, допустим, где-то идет проверка, нет. То есть мы идем медленно, но планово. Сложности были из-за ковида и из-за того, что это специалисты, строящиеся и устанавливающие аппаратуры, они все приехали, практически все приезжают из-за рубежа. Динара Аляева пять лет назад первой подняла вопрос о покупке линейных ускорителей. Она собирала на них деньги, организовала множество благотворительных мероприятий, а затем внимательно следила за всеми тендерами. Глава фонда помогать легко убеждена, во время торгов не обошлось без нарушений. Этих задания было составлено под конкретную кампанию. Однако все это не повод оттягивать запуск уже купленного оборудования. Линейники должны быть запущены. Онкобольные не должны страдать из-за чиновников, коррупционеров, которые провели криво-косо тендер. Оборудование уже здесь, мы его пять лет ждем. Но люди, которые провели тендер с нарушениями, они должны быть наказаны. Каждый год в Кыргызстане регистрируют порядка шести тысяч новых онкопациентов. Больше чем половине из них лучевая терапия жизненно необходима. Но пока новое оборудование лежит в коробках, множество больных так и остается без нужного лечения. Карина Христова, Саматала Жбаев. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. Сегодня на нашем канале очередная серия программ «Азия-360». Аделет Биктор Сунов расскажет о разведении голубей в Узбекистане и почему тысячи людей этой страны этим увлекаются. Разведение голубей в Узбекистане считается древним и благородным занятием. В Андижане это целый культ. Голубями увлекаются тысячи. Птичий рынок работает два раза в неделю. Здесь собираются люди, увлеченные небом. Азию-360 вы сможете посмотреть сегодня на нашем канале в 22.30 по времени Бишкека и Нурсултана и в 19.30 по московскому и киевскому времени. Не пропустите. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного канала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Почему мы участвуем в конкурсе о грантах? Потому что мы юрлицо. Мы можем на любую сумму написать проект. Основное это в деревне дороги, понимаете. Вот дорога уже как-то у них не подходит к этому, к этим грантам. Симоданчиком хожу к больным надо подымать. Вызов когда, когда вызов, когда что. Здесь выращивали все. И турнексия, и капуста, и картофель. Все было. Умирающие деревни, в которой нет ни производства, ни административных каких-то центров. Аннексия Крыма началась с Тузлы? Как защитили остров? Принять боевую готовность номер один. Почему Украина готовилась к войне с Россией в 2006-м? Было принято... Было принято решение СНБО о наращивании силового компонента в Крыму. Силового компонента в Крыму. И почему тогда Киев упустил Крым? Продолжение следует...